Все чаще приходится слышать, что после пандемии коронавируса мы уже вряд ли будем прежние. Владислав Станиславович, а как вы считаете? Все, что происходит с человеком, конечно, приносит ему, несомненно, опыт. Это опыт негативный или опыт позитивный. Но я всегда думаю о том, что в связи с трудностями люди становятся просто сильнее и крепче. Да и повод задуматься хорошо про те базовые ценности, которые были всегда, но которым так мало уделяли внимания. Однозначно, пандемия коронавируса столкнула человека, который, может быть, и раньше не думал о смысле жизни, о том, что необходимо уделять время себе, уделять время своим близким, думать о том, что ты делаешь в этом мире, стараться стать лучше. Понятно, что ограничительные меры в первую очередь направлены на заботу о человеке, о его здоровье. Как эта резкая смена правил может влиять на психику даже здорового человека? Люди начинают заботиться не только о себе, но и о своих близких. Например, лица, которые имеют старших непосредственно родственников или родителей, они начинают меньше их посещать и непосредственно пользуются средствами предохранения в это время. И, будем говорить так, конечно, возникает чувство тоски и недостатка тех людей, которые были раньше рядом практически постоянное время, а теперь в настоящий момент они разделены расстоянием, пространством и, в общем-то, идеей, то, что необходимо беречь своих близких. Разделение расстоянием, минимизация объятий, поцелуев, рукопожатие, маски, дистанцирование. Как все это влияет на психику человека? Конечно, может возрастать даже, в общем-то, психоэмоциональное напряжение. Люди постоянно себя могут одергивать, думать о том, что они сделали что-то не так, а это, в общем-то, может являться предметом для возникновения каких-либо невротических и даже стрессовых состояний. Чаще всего речь про боязнь заразиться и заразить, как минимум, самых близких и дорогих людей. Для человека, естественно, бояться заразить себя и своих близких. Но называть это фобией сразу, конечно же, нельзя, потому что у фобии есть четкое определение. Это тогда, когда страх начинает мешать человеку жить, когда постоянно мысли о заражении, когда у человека появляется тревога, снижается настроение, может нарушаться сон. И даже возникают мысли о том, что что-то происходит не так в его жизни, и ему необходимо обратиться к специалисту. Здесь самое важное. В какой момент здоровому человеку нужно понять, что это как раз-таки те страхи, с которыми ему одному не совладать, нужно идти к специалисту? Страхи, когда человек избыточно акцентирован на том, чтобы следить за чистотой рук, непосредственно собственной одежды. Когда проверка на чистоту может достигать десятков, и даже иногда бывает, вот в моей практике до 50 раз женщина проверяла чистоту своих рук и постоянно мыла их, обрабатывала антисептиками. Тогда, когда мысли о этой проблеме заполняют целый день, когда человек не может работать, когда он об этом говорит со всеми остальными людьми, и даже ночь, которая предназначена для отдыха, она становится короткой, тревожные сны, кошмары, пропадает аппетит, снижается настроение, человек чувствует себя дискомфортно, ослабленно, у него много проблем в плане со здоровьем, например, колебания давления, какие-то неприятные ощущения, боли возникают. Пациентов с такими ощущениями за 2020-е стало больше? Стрессовое событие в обществе, конечно же, оно может вызывать непосредственно состояние, когда возникает тревога и состояние депрессии. В настоящее время мы можем оперировать статистикой, что лица, которые имеют тревожные, депрессивные и какие-либо другие невротические расстройства, они, обращаясь к психотерапевтам нашей области, нашего города, они где-то в пределах 20% предъявляют жалобы на то, что они боятся заразиться инфекцией, заболеть каким-либо заболеванием, связанным с коронавирусом. Где сегодня можно получить консультацию? Существуют ли все-таки стереотипы, связанные с посещением психиатрической больницы, или все-таки тот, кто хочет, тот, кто должен, идет к специалисту? В настоящее время получить консультацию максимально удобно. Существует целая сеть поликлиник, в каждой из которых находится врач-психотерапевт, ведущий свой прием. Можно обратиться в психиатрическую больницу, там также ведут прием психотерапевты. И работают психотерапевтические отделения, в дневных стационарах работают также такого рода врачи. Что касается помощи, то помощь получить очень просто. Если вы хотите получить помощь официально, то вы можете прийти на прием к доктору и предоставить непосредственно собственные документы. Если вы хотите получить помощь анонимно, то для этого нужно записаться отдельно на анонимный прием по телефону кабинета психотерапевтического, и вас запишут и примут в анонимном порядке. Спасибо за информацию, спасибо за интервью. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо. Спасибо.